Девушки отдыхают Девушки отдыхают Из магии И что-то ждет Делает третью ферму Как видите Заказывает крестьян Но нет призыва Стоп Это не тот чувак Который играет в крестьян Без призыва на войну Вроде не он Нет, то был реголаз Да, точно Окей У Фейре Да Точно У Фейре уже готова казарма Строится первый отряд лучников Гондора В принципе это хороший выбор Как видите здесь у него очень близко Логово тролля И вообще карта Очень щедра на ресурсы 4 целых аванпост Как видите По двум сторонам у каждого героя Здесь и здесь И каждое из логов Очень легко можно зачистить С помощью лучников Вообще оптимально зачищать его Именно лучниками В свою очередь у Рохана сейчас проблемы Ввиду того что Основная сила крестьяне Не могут справиться с троллем Ни при каких обстоятельствах Поэтому нужно строить лучников Кстати Выбирает наконец-то же Наконец-таки вернее Призыв на войну Деко Но почему-то Или может быть Мне лишь так кажется Он не решает Нападать на своего противника То есть бить по ресурсам А что-то ждет Построил он тоже стрельбище В свою очередь И что? И ничего пока не заказывает Третий отряд крестьян Появился под его командованием И четвертый Со временем тоже будет построен Что ж Больше ничего здесь не происходит В свою очередь Фейра делает огромную ошибку Допускает То есть не делает Извините Пытаясь захватить Аванпост Прежде чем уничтожает тролля Не Прежде чем уничтожит тролля Сейчас мы увидим Удастся ли ему это или нет И почти половину отряда Лучников К сожалению Он теряет Теперь уничтожение Этого толстого Да не буду я говорить это слово Займет у него довольно большое время Минус еще два Лучника Отряд мечников Как видите Приближается К Месту сражения Но это Как минимум Неудачный ход Так как мечники Ничего не смогут сделать Троллю Раз на то пошло То нужно было бы строить Копейщиков Но в свою очередь Фейра строит Еще один отряд Лучников Таким образом Они все таки Смогут Уничтожить этого тролля Хотя Даже эти покоцанные Лучники Все таки Довольно успешно Справляются с задачей В это время Рохан зачищает Безопасное логово С варками Безопасное Потому что Его можно зачистить Собственно Обычными Крестьянами И сразу же Захватывает Аванпост Поэтому Так Небрежно Можно сказать В принципе Что Рохан Сейчас Впереди Чуточку Но все таки Впереди Пытается зачистить Я так понимаю Логово С варками Наверное Вернее Будет пытаться Да Сразу же Чтобы Захватить Сигнальный огонь Правильный И весьма Предсказуемый Ход со стороны Гондора Хотя нет Я ошибся Все таки Решает Эфейра Сначала Забрать Логово С троллем Получить Хоть какие-то Деньги А вот Лучниками В свою очередь Зачищает Варков В это время Крестьяне Рохана Успешно Захватив Аван Передвигается Не так уж Не так уж Страшно Ну что ж Разведывает Левый фланг Сейчас Деко Я так понимаю Он сейчас Увидит Что Левый Ванпост Противника Был Не занят Это даст Ему Ещё Больше Преимущества В этом Сражении Деньги Плюс Деньги За Логово С варгами И так далее В свою очередь Гондор Успел уже Ну практически Успел Зачистить Логово С троллем Построил Здесь Ферму Такой Жадный Мод И Ещё Одна Ошибка С его Стороны Теряет Он практически Весь Отряд Своих Лучников Но зато Захватывает Успевает Захватить Сигнальный Огонь Странно Почему он Так поступил Я же видел Что он Зачищал Варгов Неужели Было Так трудно Добить Второго Варга Или Возможно Я упустил Момент Когда Варг Просто Воскресился Теперь Я об этом Не узнаю Но Сразу же После Огромной Ошибки Сразу же Офигенный Ход Со стороны Эфейра Последний Лучник Сейчас С легкостью Захватит Этот Аванпост Урохана Отхватит Вернее Так как Никто И ничто Его не Защищает Или Не отхватит Хм Ну посмотрим Да Наверное Сейчас Гондор Отвлекся Потому как Фронт Его базы Был атакован Огромным Количеством Крестьян Который Кстати Количество Их Стремительно Падает Так как Было Вызвано Подкрепление Сразу Сразу Бежит Захватывать Как видите Сигнальную Не Сигнальную Господи Просто Вышку Сторожевую Вышку Гондор И это Ему Удается Теперь Центр Карты Полностью Принадлежит Гондору И как Минимум Пока Рохан Не Настроит Достаточное Количество Войск Чтобы Можно Было Одновременно Уничтожить Эту Вышку И Довольно Большие Скопления Войск Гондора Центр Карты Будет Оставаться Под Управлением Фейры В это Время Рохан Успешно Захватывает Левый Авенпост Но Гондор В свою Очередь Успел Проконтролировать Своего Лучника И Захватывает Правый Таким Образом По Два Авенпоста Будет Как Только Деко Вспомнит О своем Герое О своем Теодрайде И Заберет Собственно Деньги И Левый Свой Авенпост Но Он Сейчас Как Видите Занят Занят Он Тем Что Пытается Отбить Свою Полуразрушенную Ферму Ему Это Удается Лишь Один Вид Толпы Крестьян Повергает Кондорцев В ужас И Они Решают Отступить Совершенно Верный Ход Со стороны Ферры Ничего Полезного Он Не Смог Сейчас Поймать Здесь Лишь Потерял Бы Свои В данной Ситуации Немногочисленные Два С половиной Отряда Поэтому Нужно Отступать И Это Правильно Продолжает Расстраивать Свою Экономику Как видите Не спешит Нападать Ничего Очень Безопасно Играет Сейчас Гондор А вот Рохану В свою очередь Нужно Нападать Иначе Бой Будет Развиваться Худшим Для него Образом Строит Кстати Конюшни Рохан Интересный Вариант Посмотрим В принципе Денег У него Достаточно Чтобы Настроить Армию Конницы К тому же У Гондора Лишь Один Отряд Копейщиков Но Зато С другой Стороны У него Появился Боромир Что Может Означать Очень Большие Проблемы Для Роханцев И Единственное Наверное Сейчас Что Может Спасти Рохан Или По крайней Мере Помочь Ему Отбиться Это Герои У которых Есть Скиллы Которые Наносят Огромный Урон С одной Тычки То бишь Это Элвин Это Ее Братец Эомер Ну Или На худой Конец Гамлинг Со Своей Стрелой Кстати Интересная Мысль Меня Посетила Как Вы Думаете Является Ли Гамлинг И Второй Герой Извините Я уже Забыл Как Его Зовут Он Строится Тоже Здесь В Стрельбище Является Ли Два Этих Героев Собственно Заменой Боромиру Так Как По сути По Стоимости И По Скиллам Они Очень Схожи С ним То есть Один Герой Здесь Отбрасывает Другой То бишь Гамлинг Дует Врок И так Далее Можно Ли Расценивать Два Этих Героя Как Замену Боромиру Интересный Вопрос В то время Боромир Прокачал Уже Второй Собственно Имба Скилл Доступен И Вопрос Лишь В том Когда Он Заюзает А Заюзает Он Его Сейчас Но С другой Стороны Гондорцы Сейчас В плохом Положении Так Как Вышка Здесь Была Построена Теодрядом И Отряд Лучников Благополучно Расстреливает Гондорцев Из Бойниц Этой Вышки Теодряд Пытается Противостоять Боромиру Но У Боромира Есть Идиотский Бонус К отбрасыванию И Он Им Благополучно Пользуется Поэтому Теодряд Сейчас В беде Надеюсь Все таки Деко Не затупит И заберет Его Да Так и Происходит Решает Забрать Теодрада Пока Не поздно Конечно У него Еще Довольно Много Здоровья Что то Странное Сейчас Произошло Наверное На секунду Потерял Контроль Над Своим Героем Возможно Делал Или Заказывал Какие то новые войска Может быть И нет Но Теперь Снова Отступает Небольшая Ошибка Со стороны Гондора Как видите Не отменил Атаку У этих Мечников И они Просто На убой Бегут За Теодрадом И попадают Под обстрел Крепости На голову Были Разбиты Войска Гондора Остатки Их Пытаются Удрать Через Левый Фланг Вместе С Бормиром Который Получил Смотрите О Довольно Много Геро Господи Довольно Много Урона Практически Половину Здоровья Ему Сняли Роханцы Но С другой Стороны В свою очередь Очень Много Крестьян Смог Забрать Он И получить Практически Четвертый Уровень Сейчас Кстати Он и будет Если крестьяне Не убегут Да Вот так Вот Теперь У гондорцев Есть Плюс 50% Брони На то Время Пока Бормир Будет Жить И это Хорошо Для них Первый Отряд Мечников Дол Амрата Был Построен К сожалению У них Недостаточно Большой Урон Против Зданий Но Достаточно Много Брони И урона Против Обычных Войск И я Я думаю Постройка Таких Войск Будет Продолжаться Покуда Рохан Не сумеет Отхватить Таверну Либо Хотя бы Уничтожить Ее А сделать Ему Это Будет Довольно Трудно Учитывая То Что Здесь Сидят Лучники С легкостью Уничтожает Призванную Вышку Гондора Рохан С В свою очередь Опять же Это небольшая ошибка Со стороны Фейра Мне кажется Нужно Было Укреплять Этой Вышкой Какие-то Позиции Свои Хотя По сути Лично Я Когда играю За Гондор То Выбираю Этот Скилл Лишь В том Случии Если У меня Под командованием Есть Герой Который Строится В крепости За тысячу Господи Мой Склероз Слишком Сильно Прогрессирует Берегон Вспомнил Зовут Его Берегон Окей Эомир Появляется На поле Боя Но К сожалению Чтобы Сделать Какие-то Сильные Тычки Ему Нужно Прокачать Уровень Но С другой Стороны Ему Сейчас Не нужны Эти Тычки Так Как Видите У Бормира Очень Мало Здоровья И Все Включилась Предсмерная Пассивка Бормира Кстати Не Помешало Жизней Снес Боромир Своими Предсмертными Ударами Эомиру Продолжает Махать Воздух И в скором Времени Он Погибает В свою же Очередь Кто-то Из героев Набирает Уровень Это был Эомир То есть Можно предположить Что именно Он нанес Последний Удар Третий Уровень Это уже Хорошее Преимущество Для Рохана В данной Ситуации Так как Пассивка Дающие Деньги Плюс Собственно Тычка Бросок Копья Позволит Ему Если не Убить То как Минимум Нанести Большой Урон Одному Из героев Гондора Которые Будут Построены В будущем Что-то Слишком Слабо Валят Крестьяне Эту вышку И теперь Я понимаю Почему Потому что Забыл Сделать Апгрейд Топоров Деко И опять же Это Большая Ошибка С его стороны Так как Потерял Он Целых Два Отряда Как Минимум Возможно Даже Больше Если Были Потери В то Время Когда Я Смотрел На Подыхающего Боромира Вот Теперь Совершенно Правильный Ход Со стороны Гондора Со стороны Ферри То есть Призывает Он Вышку Чтобы Защитить Свои Позиции В центре Карты Кстати По-прежнему Аванпост Находится Под Рохан Ским Контролем Так что Деньги Продолжают Плыть Но С другой Стороны Рохан И еще Один Который Был Захвачен Ранее Таким Образом Три Аванпоста Работают Для Гондора Кстати Нужно Посмотреть Как У него Там Дела А то Что-то Слишком Сильно Сконцентрировался На Рохане Данной Ситуации Итак Замена У нас Происходит На Поле Рейнджеры Залезают У вышку Чтобы Наносить Еще Больше Урона Зазевавшимся Гондорцам А Практически Пятый Уровень Лучников Вылезает И будет Сражаться Уже В поле Что случилось Ага Ух ты Я не заметил Целых Два Три Бучета Успел Накопить Гондор И сразу же Допускает Огромную Ошибку Стреляет По своим Лучникам Счастью В моде Эдаин Не слишком Сильный урон По своим Войскам Наносят Осадные Орудия Не помню Я к сожалению Как дела Обстояли На этом плане В оригинальной Версии Игры Но помню В каком-то Моде Своими Орудиями Можно было По сути Убивать Свои Войска Возможно Это и Есть оригинальная Версия К сожалению Я не помню Еще Больше Мечников Дол Амрета Наштамповал Гондор И это Уже Серьезная Угроза Для Роханцев Серьезная Ввиду Того Что Протанчив Этими Мечниками Например Вышки Или Просто Толку Войск Роханцев Гондор С легкостью Сможет С помощью Двух Три Бучетов Поуничтожать Здание Рохана Здание Деко Как видите Ожидал Для начала Атаки Пока Скресится Боромир Чтобы получить Баф На Броню Кроме того У него Есть Фармер Который Дает Баф На Урон Если Я не Ошибаюсь 50% Да Инфантри Хэс 50% К Атаке Вот так Вот Таким Образом Полный Баф Сейчас Есть У Гондора Кроме Того Скил Рох Гондора Еще Был Изучен Чтобы Еще Больше Получить Преимущество Рохан Не спал Как видите Он Сделал Апгрейды Огненных Стрел Еще Одну Вышку Построил Но Она Сейчас Стоит Без Апгрейда Апгрейд Кстати Он Сделал Довольно Уже Давно Таким Образом Потратив Очень Много Денег Но С другой Стороны Военные Дела Рохана Ни Хрена Не Развивается Как Видите Полный Застой Ничего Не Происходит У него На Базе Довольно Большие Силы Крестьян Которыми Можно Было Бы Как Минимум Подкрысить С флангов Территорию Гондора Ну Реально Даже Два Отряда Крестьян Могли Бы Вынести Эту Мастерскую И Гондор Бы Просто Рыдал От Этой Потери Как Мне Кажется Но Рохан Ничего Не Предпринял И Сейчас Сейчас Фейре Будет Предпринимать Что То В свою очередь И попытка Довольно Успешная Первые Два Выстрела Рабочий Был Потерян И Вышка На Грани Гибели Довольно Успешно Отвлекает Кстати Как Видите Огонь Улучшенной Вышки На Свою Призывную Таким Образом Без Извините Какие-то Проблемы С горлом По сути Без Потерь Он Уничтожает Эту Вышку И Сейчас Добьет Отряд Лучников Очень Большой Урон Наносят Требучеты Этим Лучникам А войска Гондора Даже Не Спешат Нападать По-прежнему Ошибка Со стороны Деков Вторая Вышка Снова Начинает Атаковать Призванную Таким Образом Войска Гондора По-прежнему Остаются Без Каких-либо Потерь И Ошибка За ошибкой Снова Наступает На те Самые Грабли Деко Пытается Что-то Достичь Одним Элмером Против Огромной Толпы И по сути Отдает Его На Убой Минус Элмер И только Сейчас Войска Рохана Пытаются Контер Атаковать К сожалению Не все И самые Сильно Дамажащие Войска Остаются На базе В то время Как Толпа Крестьян Надеюсь Хоть улучшенных Нет Не улучшенных Даже без Что Даже без Призыва На войну Просто Огромное Количество Мяса Сейчас Будет Подарено Гондарцам Огромнейшее Количество Опыта Сейчас Должен Получить Фейре Кроме Того У Бора Мира Есть Рог И даже Если бы Эти крестьяне Были Улучшены Они бы Все равно Все В результате Этого Сражения Были бы Уничтожены Что Сейчас Собственно И Произойдет Единственная Сила Которая Сейчас Дамажит Гондарцам Это Трибучет Но К сожалению Для Рохана Трибучеты В этой Фракции Достаточно Слабые Но С другой Стороны И стоят Они Мало Как Видите Пытается Предотвратить Получение Урона Своими Войсками Фейре И С помощью Своих Трибучет Пытается Уничтожить Единственный Трибучет Рохана Ему Кстати Это Довольно Успешно Удается Кроме Того Он Получает Возможность Уничтожить Еще Довольно Большое Количество Лучников К сожалению Очень Быстро Лучники Встали На ноги И Не Успел Добить Он Этот Отряд Но Очень Много Урона Все Таки Успел Им Нанести И Вот Контратака Рохана В самом Разгаре Наконец Подбегают Два Его Отряда Конницы Чтобы Уничтожить Трибучет И Подбегают Собственно Единственные Дамажащие Силы В лице Этих Двух Лучников Отрядов Я имею Ввиду Но Подбегают Они Только Тогда То В принципе Я могу Назвать Самой Огромной Ошибкой За этот Матч Так как Сейчас Я не вижу Ничего Что Помешало Бегондору Разрушить Эту Базу И Собственно Выиграть Этот Матч Печалька Дерзкая Вылазка Теодрада Пытается Уничтожить Казарму Первого Уровня Но Теодрад Это Не Не Крестьяне К сожалению Для Рохана И Мне кажется Скорее Крепость Уничтожит Его Чем Он Уничтожит Эту Казарму А в свою Очередь Гондор Наглеет Строит Наместника Строит Башню Зачем Может быть Я что-то Упустил Или он Хочет Идти В элитные Войска Кстати Хитрый План Со стороны Теодрада С помощью Улучшенной Вышки Уничтожить Крепость Я буду Ржать Если Это Произойдет Неужели Нет Есть же Рабочий Можно Поремонтировать Или на худой Конец Изучить Скилл Да Есть Ремонт А Наверное На это Гондор Сейчас И Рассчитывает Но Конечно Этими Мечниками Эту вышку Не уничтожить Но С другой стороны Появился Призыв И здесь Есть Топорщики Которые Наносят Все-таки Урон Зданием Заюзан Был Скилл Ремонта И теперь У Гондора Появилась Надежда Отбить Свою крепость Кстати Кстати Неплохо Было бы Вот этими Вот войсками Сейчас Нападать Пока Есть возможность Насколько я понимаю Сейчас Дека Полностью Занят Попытка Уничтожить Эту крепость Кстати У него Это В принципе Еще может Получиться Хотя Хотя Даже Не знаю Если бы Если бы Сейчас Теодрят Попытался Уничтожить Этих Топорщиков Ух ты У него Это удастся Все-таки Я забыл Об этом Вот Скиле Такой же Ремонт Черт Как же Это все Тупо Выглядит Честное Слово Рабочий Находится В двух Метрах От Крепости Возьми И отремонтируй Ее Ну что ж Такое Просто Эпичный Высер Со стороны Дека Красавчик Просто Просто Нет слов По прежнему Кстати Может Сейчас Победить Гондор С легкостью Ведь Требучет Есть Куча Войск Есть Ну и Так Далее Он Кстати Сейчас Этим Занимается Как я Понимаю Очень Много Денег Как видите Рохан Сейчас Потратил На Требучеты Но Гондор В свою очередь Вместо Того Чтобы Бомбить Крепость Уничтожает Ферму Это Это Вводит Меня В печаль Да Смог Наконец Отбиться К сожалению Я провтыкал Куда Делся Эумер Э Не Эумер Э Эудрад Эудрад Блин Да хоть Глаз Выклик Куда Он Делся Не Мог Он Умереть Хотя Там Были Копейщики С уровнем Вау Нет Это Уже На грани На грани Бреда Так Офигенно Вынести Крепость И потерять Героя Лишь Одному Отряду Копейщиков Это Очень Печально Ладно Посмотрим Наконец То Смог Контр Атаковать Сейчас Рохан Да Что ж Такое И Как видите Уже Заюзал Призыв На войну То есть Крестьяне Теперь Могут Сделать Хоть Что К сожалению Чтобы Уничтожить Мечников Дол Амерта Или Хотя Нанести Им Хоть Какой Проличный Урон Нужно Сделать Апгрейд Топоров Мало Того Нужно Еще Рассредоточить Крестьяна Чтобы Они Как видите Не Атаковали По Одному Двум Телам А Атаковали Всю Армию Но Сделать Это Не Так Уж Просто Конечно Пока Я наблюдаю Говорить Мне Достаточно Легко Но Когда Ты Играешь Когда Много Событий Происходит В один Момент Да И Просто Ссылаясь На Лаки Которые Очень Часто Возникают Сделать Это Довольно Непросто Но К сожалению Как я Вижу Деко И не Пытается Рассредоточить Войска И Они Довольно Быстро Умирают Что Приносит Бору Миру В частности Еще Больше Опыта По Сути Сейчас Можно Сказать Что Этот Герой Уже Достиг Того Уровня На Котором Роханцам Уничтожить Его Будет Практически Невозможно По Крайней Мере В окружении Такого Огромного Количества Войск Кроме Того Рохан И Не Пытается Облегчить Себе Жизнь И Вместо Того Чтобы Как То Я Не Знаю Слаженно Пытаться Что Отдает Толпу Своих Крестьян На Убой Крестьяне Конечно Хороши Особенно В начале Боя Но Против Таких Вот Поиск Я Так Не Думаю В принципе Довольно Большое Количество Денег Есть У Рохана Возможно Стоило Бы Построить Армию Конец И К сожалению Времени Уже Маловато Я Не Вижу Кстати Рабочих Не Ужели Потерял Все Все Свои Всех Своих Рабочих Деку Да Это Весьма Печально Что Удается Да Удается Или Нет Удается Уничтожить Ему Требучет И Сейчас Самое Время Делать Ноги Иначе Герой Будет Потерян Да Возможно Будет Пытаться Сейчас Сделать Новую Дерзкую Вылазку С помощью Теодряда И Уничтожить Какие-то Здания Кстати Крепость Пытается Отстроить Гондор Наверное Гигантское Клищество Ресурсов У него Сейчас Было Да Это Так Смотрите Минус 5000 И еще Практически 2000 На кармане Есть у Гондора Будет Перехватывать Наконец-то Свой Аван Пост В то время Как В то время Как Рохану Удалось Практически Все Аван Посты Кроме Вот этого Вот Отхватить Но Только что Гондор Забрал Себе Обратно Правый Ну что ж Пытается Добить Сейчас Крепость Гондора Ему Это Должно Кстати Удастся Так как Есть Два Героя Есть Просто Невероятно Сильно Прокачанный Боромир Кстати Фаромир Добил Уже Свой Уровень До Бафа На Опыт И Неплохо Было Было Заюзать На Такую Толпу Этот Баф Усилить Как Минимум Мечников Дол Амрата Да Тут Уже Ничего Не Поделаешь Крепости Рохана Будет Уничтожено Даже Одним Боромиром По сути Можно Было Было Ее Добить А Он Кстати И Не Пытается Это Сделать В свою Очередь Построил Хаму Вот Надо Запомнить Как его Зовут Но Конечно Первый Уровень Против Какого Против Был Седьмой Стал Восьмой Вроде Черт Да Восьмой Уровень Это Неровня И Крепость Рохана В свою очередь Была Разрушена Опять Новая Вылазка Со стороны Рохана Как видите Эомир Еще Помогает Своему Другу Сразу Сделал Апгрейд Гарнизон Извест Фольда И возможно Нет Невозможно Точно Будет Строить Войска Но К сожалению Для Рохана Мне кажется Он просто Не успеет Ничего Предпринять Два Отряда Конницы Было Построено Со стороны Рохана Посмотрим Что они Сделают Ух ты Не густо Правда Таким Образом Нужно Очень Сильно Микрить Чтобы Вынести Один Отряд Одним Отрядом Конницы Но Учитывая То Что Гондра Отрядов Примерно Раз Два До Хера То И Конницы Нужно Соответственно Чтобы Их Всех Замнять Конечно же У Гондора Сейчас Нет Ни Времени Ни Ресурсов Нет Ресурсы Есть Но Нет Времени Возможно Если бы Он успел Построить Рабочего И Заныкал Его Где-то Конечно Карта Довольно Таки Маленькая И Это Не сильно Помогло Бы Сейчас Ему Но Все Таки Он Мог бы Выиграть Хотя бы Какое-то Количество Времени И Последнее Здание Конюшня Отделяет Фейры От Победы К сожалению Для Рохана Конюшня Лишь Первого Уровня И Слишком Долго Держаться Она Не Сможет В свою Очередь Рохан Сейчас Вполне Может Уничтожить Крепость И Мог бы Уничтожать Кое-какие Здания И Тоже Были бы Шансы Победить Нужно Лишь Выиграть Время Чего Он Сделать К сожалению Не Сможет Ну Что ж Я думаю Больше Ничего Здесь Говорить Не Нужно Сделаем Небольшую Минуту Молчания В честь Последнего Здания Деко Которое Сейчас Будет Разрушено Поздравим Фейра Он Проходит В финал И Лишь Посочувствуем Деко Играл Он Конечно Не Очень Хорошо Но Довольно Хитрые И Забавные Тактики Он Нам Показал Так Что Нужно Дать Ему Должны А На этом Я Буду С Вами Прощаться Спасибо За Внимание Надеюсь Видео Вам Понравилось До Встречи